Добрый вечер. На заводах страны у нас потихонечку увольняют рабочих. Это тенденция давняя, началось не сегодня. Самые массовые на автозаводах были отмечены переходом от 2008 к 2009. Если помните, на ГАЗе так потихонечку, не очень это афишируют, были уволены 31 тысяча человек. На Автовазе, говорили, что тоже, в общем, никого не тронем, но куда-то делось 36 тысяч человек. Сейчас еще 7,5 готовятся покинуть это предприятие. Полностью обанкротили главного врага Жигулей Тагас. Это предприятие очень сильно доставало конкурентоспособностью, нужно было с ним что-то сделать, сделали. На Иш-Авто тоже были постоянные увольнения, но поскольку это предприятие, такое еще потихонечку рефреном тянущее за собой некую оборонную способность Родины, там все окутано государственной тайной, поэтому не абсолютная цифра, а только проценты фигурируют, а порядка 45% уволенных. И когда вот эти все люди уходят за забор, то их массовый исход обычно сопровождается с таким обобщенным сожалением, что абсолютно естественно, люди вздыхают, куда же они без зарплаты, то есть семьи надо кормить, дети у всех, вообще как-то надо жить. И при этом, конечно, всегда присутствует такой легкий процент злорадства под названием «давно пора». И, к сожалению, по поводу тяжкой доли внезапной свободы, непременно в рефреном содержит такой легкий оттенок пролетарского алиби невиновности. Ну, потому что это не рабочие виноваты в плохом продукте, в таком пожизненно чудовищном качестве автомобиля, в этой совершенно жуткой кривой сборке. Всегда виноваты смежники, виноваты начальники, руководство, директора, менеджеры, топ-менеджеры. И поэтому нельзя злорадствовать людям в спину. Рабочие лишь крутили свою гайку. То есть они ни в чем не виноваты, они выполняли распоряжения, не лезли в чужие дела и были, в общем, разменной монетой в крупной игре таких вот макроэкономических показателей, генеральных директоров, диверсификации финансовых потоков и прочей оптимизации производства. И мы здесь-то с вами помним и знаем правила жизни. О том, что работа на производстве, она тяжела своей бессмысленностью и оправдывает некачественный результат. Но когда тебе еще 100 дырок сверли, и ты уже полдня этой проклятой работой занимаешься, конечно, тут и отупеешь, и еще не такого наворочаешь. Мы также помним, что окружающие нас правила всегда взаимосключающие. Если жить по ним, то, в принципе, ничего не наработаешь. Мы также помним, что у нас всегда вот это было такое двоякое разделение и коллективной ответственности, и личной. И в последнее время довольно часто на предприятиях водится именно коллективная ответственность, там бригадная, когда все вместе отвечают за единый результат или не отвечают за него. И мы также помним, что от самого рабочего ничего не зависит. И самое главное, все, что происходит вокруг, его не касается. Это вот таких пять правил, которые сопровождают человека на производстве, а если приподнять голову и отглядеться по сторонам, то вообще-то заметно, что это правило, которое касается не только производства, это государственная система, в рамках которой мы существуем. Это условия, определяющие жизнь всех нас, а не только рабочих какого-нибудь автомобильного предприятия. На самом деле правил не пять, на самом деле правил шесть. Есть еще шестое финальное правило, когда человек все пять вот эти уже освоил, исполнил и сжился с ними, то наступает шестое правило перехода через последнюю черту. У каждого она своя, но она всегда последняя. Откуда вот эти правила? Кто-нибудь пытался их систематизировать, обобщить, найти первую причину? Да, были такие попытки, потому что правила эти не на «вы». Их в действительности шесть, а по некоторым методикам даже больше, но базовых на самом деле шесть. И есть достоверно подтвержденный факт, что они были объединены в методику и использовались фашистами в концлагерях для того, чтобы превратить людей в биомассу, для того, чтобы личность была аннулирована и чтобы человек стал тем самым послушным винтиком в системе. До этого концлагеря все-таки не немцы придумали, и даже не мы придумали, хотя немцы учились у нас, концлагерям. Мы идею концлагерей посмотрели в Англобурской войне, англичане против буров занимались подобными вещами. Но в целом вот эти методики аннулирования личности и превращения человека в стадо, они были известны давно, причем очень давно, причем совсем давно, и не имеют какой-то четкой привязки к определенному строю, к определенному государству. И не всегда сопровождались концлагерем. Довольно часто это была система методик, которая, в принципе, не подразумевала никакого забора. В Германии по этому поводу Бруно Беттельгейм, отсидевший в Дахау и Бухенвальде в 1938-1939 году, как диссидент, написал книгу. Он как раз на примере поведения эсэсовцев и заключенных эти правила все и сформулировал. Поэтому многие считают их немецкими, хотя, конечно, фашистскими, но не до конца они и фашистские, все-таки эсэсовцы их применили, обобщив, но не являются отцами основателями. Все шесть правил. Первое. Заставить человека заниматься бессмысленной работой. Второе. Возвести взаимоскучающие правила, нарушения которых неизбежны. Третье. Придумать коллективную ответственность. Четвертое. Заставить людей поверить в то, что от них ничего не зависит. Знакомо, да? Пятое. Заставить людей делать вид, что они ничего не видят и не слышат. Это вот наша русская, моя хат с краю. Шестое. Заставить людей переступить последнюю внутреннюю черту. И вот тут возникает вопрос, вот где в жизни человека есть место послушанию, а где инициативе, поиску, спору? Границы на самом деле отсутствуют. Личность не существует в рамках. Никогда. Это удел тех, у кого совокупность достоинств не дотягивает до параметра личности. Вот у этих людей, да, у них могут быть рамки, у них могут быть пределы. Им даже забор не нужен, они от забора возведут сами. И возникает вопрос. Вот эти вот уволенные люди, рабочие, которые сейчас в поисках лучшей доли оказались за забором и не знают, что им делать. От них что-нибудь зависит? Вот от рабочего вообще в целом что-нибудь зависит? Ведь он повязан инструкциями, правилами, требованиями. Вокруг него куча начальников. Масса регламентирующих действий, которые он не может приступить. Причем, обратите внимание, это касается не только рабочего. У нашего какого-нибудь гаишника у него та же самая система. И начальников много, инструкций очень много. И крутись как хочешь. И вот до тех пор, пока удобно верить, что от человека ничего не зависит, он сам находится внизу системы и верит, что не влияет ни на какие процессы. И вот именно до тех пор люди соблюдают все эти пять, иногда шесть жутких правил, формирующих послушание, формирующих в человеке безответственность и невмешательство. Ни в коем случае. На самом деле, от рабочего зависит все, включая, в том числе, качество конечного продукта, а на самом деле, качество страны, в которой он живет. Вот это вот и есть роль личности в истории. Другое дело, захочет ли своим гаечным ключом человек отвечать за родину? Или ему будет достаточно того, что его хата с края и дотянув до зарплаты, до выходного он спокойненько, с пивком, с друзьями, присядет на заваренки, будет ругать свою несостоявшуюся жизнь, вот эту вот всеобщую несправедливость, беспросветность, нескладность. Да, такой вариант тоже есть. Государству, понятное дело, ему индивидуальность человека не нужна. Живущий своим умом каждый из нас, причем при любой абсолютно системе, он очень опасен для этой системы. Он неудобен в работе, он сложен в жизни. И вот поэтому те люди, которые, например, натренировались на гаишниках, они потом уже, почувствовав вкус победы, и понимают, что можно заставить глубоко порочную систему работать по закону, соблюдать закон, запихнуть обратно инспектора в правовое поле, они, почувствовав вкус победы, уже идут дальше. ЖЭК, занимаются ЖКХ, они не обязательно идут в политику, но вокруг себя они распространяют вот этот вот очень опасный, заразный элемент правды и справедливости, который, конечно, идет вопреки системе. Система собирается его как раз сломать или не принять во внимание, но иногда и она все-таки тоже уступает, поскольку, если ты даже один, но настойчив, это уже иногда результативно, если вас много, и вы собираетесь в стаю с этим уже вообще, в принципе, что бы то ни было, поделать тяжело, и то же самое на производстве, ведь не обязательно все же сводить к бытовухе. Жизнь человека, она не делится на до и после. Тематически, да, а на самом деле, если ты личность, то 24 часа в сутки, а не с перерывом на обед. И сама по себе подобная ситуация, конечно, государство не устраивает, потому что вот такому человеку ему нельзя приказать, с ним надо договариваться. А государство, оно сильнее, оно норовит свою волю навязать, но если бы оно было по-настоящему сильным, ровно настолько, насколько оно нас запугивает, то мы бы, конечно, с вами уже жили по Оруэлла 1984 года, по тому самому образцу, который там был расписан. И вот роль личности в истории. Иногда она сводится к правильно закрученной гайке, иногда к диктатуре пролетариата, ведь когда, например, нашему молодому государству Российской Федерации нужно было, она доверила пролетариату решать свою судьбу. И был момент доверия, да, действительно. Не везде и не всегда, но именно народные массы довершили то самое дело, которое было задумано наверху. И у Паустовского, если вы помните, был момент, когда он ехал за своей умирающей и слепнущей от голода сестрой, его заградотряд пролетариата поймал и сказал, ну-ка, куда едешь-то? К Петлюре туда, да? Документ дай. И Паустовский достал из кармана письмо сестры, где она пишет, что она слепнет, что мама умирает. Он дал этому командиру рабочих, а это был заградотряд из рабочих, там был Путиловский пролетарий. И вот этот командир отряда прочитал письмо, свернул, отдал Паустовскому документ верный, езжай. Вот этот роль личности в истории. Зависит от тебя твои гайки что-нибудь или не зависит? На самом деле зависит. А вот те, кто уволены, те, кто пинком взад, нет тут злорадства, есть жалость. В продолжении темы по увольнениям и по тому, насколько все-таки человек с гайковертом или с рубанком или с ломом в руках может повлиять на историю нашей страны и насколько он заслуживает этого увольнения и безропотного исхода, и в том числе нашего порицания, насмешек, злорадства или сожаления в спину. Вот эти вот массовые увольнения на автозаводах на самом деле это только начало, потому что впереди еще тысячи людей, они будут за бортом, они будут уволены, оптимизация производства, она не закончилась, и наши заводы, построенные по советскому образцу, они подразумевают колоссальное количество занятых на производстве, и реально все они будут не востребованы. в целом увольнение коснется, ну вот так, по скромным подсчетам, больше, чем половина. То есть порядка 60% от стартового количества людей будут уволены. Это серьезно, и это очень трагично. Но в этой связи вопрос, вот те люди, кто уже уволен, они согласились, они промолчали, они молча, тихонечку ушли, или кто-нибудь из них все-таки не согласился с пятью, а теперь уже шестью принципами, с этими правилами. Эти люди, они вот, получив уведомление, эту черную метку, они оспорили приказ о своем увольнении, они заставили профсоюз шевелиться, ведь у нас же есть такой грандиозный товарищ Шмаков, который больше 20 лет занимается интересами рабочих, и не только рабочих. Вот его кто-нибудь пошевелил? У нас есть, конечно, на автовазе, например, «Золотарев» это совершенно альтернативный профсоюз, то есть, так или иначе, какие-то зачатки некой деятельности, и криворукие рабочие, изгоняемые за забор, они получают в результате злорадства тех, кто остается под названием «меня не тронули», или понимание того, что ты следующий, надо что-то делать. Кто-нибудь из тех, кто получил пинка взад, они устроили по этому поводу какую-то там попытку поговорить с человеком, подписавшим этот приказ, они выставили свои требования, они обосновали них, они заявили, что им не на что жить, они потребовали компенсацию, они потребовали, например, денег на переезд, материальную помощь в связи с утратой кормления, знаете, по аналогии с потерей кормильца. Эти люди обречены на выживание, и их много, это не один, не два, не три, это тысячи, несколько тысяч человек получают черную метку и покидают предприятие. Что происходит дальше? Здесь нет повода для злораз, то есть повод для горестной печали. И завершая эту тему, поскольку программа у меня абсолютно автомобильная и посвящена только тому, как бегают колеса, прочитаю стихи. Не умею это делать, но тем не менее прочитаю. Бьет кирка, пела поет шаркой трубанок. Что здесь будет? И шафот или балаганы? Чья лампада зажжена под святой иконой? Наше дело сторона, инструмент казенный. Нарядят нас мужики в серые обновки, но и чат ходить в штыки выдадут винтовки. Мы идем кругом война, песня над колонной. Наше дело сторона, инструмент казенный. Перед Богом каждый чист, не играем в прятки, нас не трошится, а лист. Все у нас в порядке, православная страна, государь законный, наше дело сторона, инструмент казенный. Кровь людская, как вода, и закон, как дышла. Повернули не туда, не туда и вышла. Чья заслуга, чья вина? Вот вопрос резонный. Наше дело сторона, инструмент казенный. Александр Городницкий это написал и называется это «Песня народа». Теперь о более радостном пикапе Америки в экипаже на Финаме. Алексей Мочулов, концентрат мысли о настоящих машинах США. Уже расписание есть, со вчерашнего дня его декламирую. 24-го в понедельник у нас будут пикапы GM, это Chevrolet Avalanche, Silverado. 25-го грандиозные пикапы серии F. Это, на мой взгляд, аналог Viagra. Вот эти автомобили Ford Raptor, это такая Viagra по-американски. 26-го февраля у нас будут пикапы Dodge Ram, Daytona, Dakota. 27-го пикапы Toyota Tundra, Tacoma и Nissan Titan. Меня уже спросили, неужели Toyota и Nissan это американские машины? Да, знаете ли, вот эти, чисто американские, в Японии даже не подозревают о том, что на свете существует Nissan Titan и Toyota Tundra. А в пятницу 28-го у нас будут пикапы Cadillac Escalade и Honda Ridgeline и все эти пять эфиров, они будут подразумевать интерактив, ваши вопросы, поэтому готовьте вопросы. Ну, а теперь 65, 10, 9, 9, 6. С пробками все в порядке. У Лося 4, у Мейла 5. Давайте теперь поговорим о том, какой же красный Кашкай купить и вообще как нам жить дальше. Павел, здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Хотел бы к вчерашней теме обратиться для приговор КАМАЗу, да, что это уже как бы не автопром наш, а как бы он уже иностранный. Павел, мы вчера даже не приговор, мы вчера день рождения отмечали. Так, в продолжение этой темы. И у нас не осталось в стране своего автопрома, да, получается? У нас не осталось своего легкового автопрома, а грузовой, ну, у нас же все-таки еще есть Урал, у нас еще есть некое количество всякой техники, которая пока жива в армии, и друзья наши минские тоже кое-как нам помогают, но в целом мы идем тем самым путем, когда недееспособность системы приводит к тому, что мы теряем в том числе производство, утрату которых допускать нельзя ни в коем случае. КамАЗа не нужны. Вот, и хотелось сразу вот как раз вопрос. Значит, допустим, что, ну, какие-то обстоятельства такие придут, ну, мало ли захотят включить какие-то санкции против нашей страны, ну, или бизнес захочет уйти с этих заводов автомобильных построенных здесь, и тогда вот у меня такой вопрос, а, значит, эта страна в стране она полная придет, или мы на этих заводах спокойно что-то организуем, и сможем выпускать или продукцию, или автопром какой-то. Вот исход ситуации каков? Перекрыть там кислород можно, вряд ли это нужно будет делать столь скрупулезно по каждому отдельному производству, потому что уж если заниматься нашей страной, то брать ее сразу оптом, как это было с Советским Союзом, который погиб из-за того, что Америка договорилась с близне восточниками по поводу стоимости барреля нефти. Нефть изменила свою цену, и наша страна упала, ее просто не стало. Не стало СССР, который развалился со своим ядерным потенциалом на мелкие дребезги, только потому, что экономически он был уже несостоятельен. начиная с 72-го года заседания Госплана по своей антисоветской сути были гораздо круче, чем все то, что говорили диссиденты и голоса Америки и свободной Европы, потому что экономисты уже тогда знали, что страна не выживет. И вот если сейчас, если завтра война, если завтра поход, если черные тучи нагрянут, то мы будем на уровне ситуации, которая застала нас в 41-м году. И мы будем договариваться по Ленд-Лизу. Если вы в курсе, то мы перед войной, поскольку мы готовились к этой войне, и, собственно, ее провоцировали и очень хотели нам, если помните, была провозглашена доктрина мирового господства, и стилизм должен был быть не только в нашей стране. Мы должны были во всем мире его построить. К войне мы готовились, и начиная с 29-го года Советский Союз проводил очень большое количество оружейных конкурсов. Мы делали себе много стрелкового оружия, много танкового, много авиации и так далее. И вот конкретно по стрелковому оружию очень правильно было сформулировано. Нужно было создать некую платформу, как в автомобильном языке это называется, на которой можно было бы построить какое-то количество разных образцов. то есть карабин, автомат и пулемет. Причем полуавтоматическая винтовка, автомат и пулемет это вот то, что, например, было реализовано уже в качестве примера Калашникова. Потому что автомат Калашникова, пулемет Калашникова и в том числе даже ПКМ туда же и Драгунова, если хотите, принцип и взаимозаменяемость деталей, унификация, конечно, не стопроцентная, но из одной бочки и особенно хорошо, когда под один унитарный патрон. Тогда ситуация была четко зажата. Они должны быть в принципе взаимозаменяемые. Вот эти три образца они должны быть только под один патрон. И выиграл Токарев и мы освоили производство и начали готовиться к тому, что к 39-40 году у нас СВТ самозарядная винтовка Токарева должен был быть еще автомат и должен был быть пулемет. Началась война и что произошло? И мы тут же возобновили производство Мосина, Нагана и Максима. То есть оружие конца 19-го века. Потому что все то, к чему мы готовились, оказалось абсолютно непригодным. И СВТ-шка регулярно мы очень любим ссылаться на какие-то мемуары немцев, которые нашу СВТ-шку обожали. Да не обожали они нашу СВТ-шку. Вот ничего подобного. И нас спас Ленд-Лиз. Потому что с 41-го года мы воевали Кольтами, Томпсонами. У нас в атаку шли скауты, а в небе у нас висели Эйр Кобры. И помните, что у нас сделал Студебекер? Потом уже задним числом мы написали, что весь ленд-лист составил 6%. Хотя это не так. То есть мы выкрутимся, но какой ценой мы этого не знаем. Новости. 5 баллов оживленного и осмысленного движения у нашего Лося, 6 баллов у Мэйл.ру, то есть движение есть, жизнь продолжается, дорожные события нас не смущают, машин маловато, докупим еще 65, 10, 9, 9, 6. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Андрей. Ну, сегодня просто счастье дозвонился. Кого ты везет. Сергей, у меня такой вопрос. Я с вами общался где-то год назад, большая семья, искали большой автомобиль и где-то с полгода назад совершенно неожиданно для себя взяли мультивэн Т-5. Ручка 140 лошадок, полный привод, дизель. Вот хотелось бы услышать, похвалите, поругайте, на что внимание обратить. Вы его в каком возрасте взяли? Мы его взяли в салоне новый. Замечательно. А почему у вас тревога закралась? Это анамнез Жигулей покоя не дает? А вот просто как у вас в анонсе непопулярные популярные ответы Сергея Асланяна. Ну, бывает, Volkswagen поругивает Сергея Асланяна. Да, конечно. Вот конкретно ваша машина, она ровно в полночь в тыкву не превратится и побегает она еще достаточно долго. Это все-таки Газель, то есть это коммерческая машина предназначенная для того, чтобы надорваться на работе, а у вас никакой серьезной работы не будет, поскольку семья не кирпичи. Нет, это в Болгарии с детишками. Ну, красота. Вот в любящих руках хорошая машина. Тем более, вы же избежали автоматической коробки у вас МКПП. Мы специально, мы супруга и оба привержены только механике. Ну, почему-то так. Старенький, наверное. Какая прекрасная у вас жена, Андрей, потому что она тоже за механику. Это союзник в жизни, это невероятное везение. Когда у настолько замечательных людей в семье, кроме большого количества детей, еще и машина, то машине тоже хорошо в этой самой семье. И сам по себе Мультивен, он, конечно, например, с этим своим мотором 140 лошадиных сил не очень любит низкие температуры. Иногда, когда подмораживает, он так лапки поджимает и говорит, ой, я, наверное, сегодня не заведусь. Но у вас он заведется. А тем более... Так, а чего делать? А чего делать, если лапки поджимают? Менять прошивку, но нужно понимать причину, потому что иногда это управляющая электроника, а иногда это, например, плохое топливо и проблемы по форсункам, а также по закоулкам двигателя. Такое бывает, но... Но лично это всегда... Я дилетант, конечно, все-таки у всех этих тонкостей. Андрей, вы имеете полное право быть дилетантом. Ведь вы же не автослесарь. Ведь вы не обязаны всерьез разбираться в технике. Если она не исполняет гарантийные обязательства, данные заводом, вам, то ваш делал сторона, инструмент казенный. Приезжает в акватор, увозит ее, там она отогревается, а дальше вы уже смотрите, что именно было. Хотя, конечно, для проверки истины всегда хорошо иметь своего механика, который на самом деле смотрит и на самом деле знает, что там происходит. Потому что сервис, все-таки, он воспринимает вас как источник дохода. Да, ну, это понятно. То есть, вы приехали, значит, вы сдались. Ага, Андрюш, пожалуй, ну, сейчас тут план-то выполним. Ну, какие-то рекомендации такие вот, вот, по, ну, вот, именно, по машине, по двигателю, по, и дизель, честно говоря, в моей жизни это первая машина в дизеле, все остальное было бензин. Андрей, самое правильное волшебное заклинание, которое всерьез изменяет нашу жизнь на позитив, это крекс, фекс, пекс. Вот как часто вы это произносите, так хорошо вы и живете. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Сергей. Вот традиционный вопросик по автомобилям. Значит, я езжу сейчас Focus Universal, 2 литра Power Shift, в принципе, доволен, и вот начал присматриваться Skoda Octavia Scout, новая. Кто можете сказать? Скажите, а вот ваш Power Shift, он сколько у вас километров уже пробежал? Сейчас у меня 52 тысячи уже. Ну, и как он за эти 52 тысячи? В принципе, я доволен, проблем нет. У меня до этого была у Toyota Corolla на роботе, вот, да, достаточно проблемная была. Там и по гарантии мне что-то меняли. Роман, не клевещите, настоящее японское качество, да вы что? Не, ну, там машина была японская, и еще. Вот, вот вы и нормально получили нам японское качество по адекватной цене. Вы взяли этот супер престижный автомобиль Toyota Corolla в гениальном исполнении, собранный лучшими на свете пролетариатом, который только может быть из самых классных комплектующих. Что вы тут? Проблемы какие-то? Не было у вас по Короле проблем? Ну, да, в общем-то. Ну, так по, в общем, по скауту он может показать, интересно. Скаут, это такая потайная дверь, за которую, когда заходишь, понимаешь, что в действительности именно эта машина является флагманом всей Шкоды. Вот, то, насколько интересно, грамотно и качественно сделан скаут, это и есть визитная карточка. Все остальное, это в том числе рассчитано на случайных людей и скаут на тех, кто понимает. Сейчас скаут к нам придет. Последний вопрос, который у нас к скауту есть, это будет ли у него дизель или будет только бензин, на самом деле дизель у него будет. У него никогда не будет автоматической коробки передач и скаут это самая честная и самая правильная Шкода из тех, которые есть. Вопрос в том, какой ресурс они в нее заложили. Потому что немцы ходят всегда рядом, дышат в затылок и очень ревностно относятся к тому, что у чехов работа получается лучше, чем у немцев. То есть, задача немцев сделать так, чтобы она сдохла сразу, а задача чехов сделать так, чтобы она не сдохла никогда. Вот где-то между этими двумя полюсами и является такая жизнедеятельность и здоровье Шкоды Скаут. Скаут это очень правильно, очень подходящая для нас машина. Какой она получится, мы не знаем. Я понял. А у нас нету должна появиться, если я не ошибаюсь, да? Она уже вот прямо буквально, знаете, уже упаковалась DHL-ом и летит к нам самолетом. Ну, конечно, она будет не сегодня. То есть, она уже... Но скоро пощупаем, да? Да, уже скоро пощупаем и самое главное, уже наконец-то мои коллеги дорвутся до нее, начнут ее ломать русскую действительность и мы поймем, как быстро у нее что-нибудь отваливается. У нее любопытный вопрос в том, как они с геометрией разберутся, потому что машина реально крупнее, у нее длинная база и тут нужно будет пытаться ее как-то дорожным просветом спасти от прикладывания о грунт. Вот как именно чехи это сделают, в том числе по там амортизаторам на отбой, по ходам подвески, вот это мы все как раз и увидим, потому что заявка пока правильная. Реализация этой заявки мы просто не знаем, как именно это будет выглядеть. Очень любопытно, но все-таки надеюсь, что чехи тут в очередной раз обманули немцев. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Хотел сказать спасибо за вашу передачу. Спасибо. Многу созвучны мысли о нашей мире устройстве, российской действительности. Ну и уже вопрос хотел задать по своей машинке Nissan Pathfinder. Что вы о нем думаете? Вы часто говорите о различных машинах, внедорожниках, семиместных, больших, малых, диземных, но Pathfinder как бы невидим, там visual проходит. Нередко я слышал это название. Нередко, да. Сколько он пробежал у вас? 90. Ну и замечательно. Он у вас какой мотор имеет? 2,5. И вам этого 2,5 хватает? Ну, в принципе, да. Хотя раньше по-режь ездил. Сейчас московских проб больше напоминаешь Боржу. А скажите, Дмитрий, вот у вас реализация полного привода, она когда-нибудь вам какие-нибудь подлянки кидала? Когда машина вот неожиданно из заднеприводной превращалась в окончательно заднеприводную или полноприводную? Вот как у вас это все? Ну, серпризов не было. То есть прогнозируемое было поведение? Да. А до этого какая машина была? Вы пересели из-за какого руля? В Сантафешку. Ух ты, да. Сантафе, но такая, такая старая. Какая? В Америке Прикмана, но это старая модель. Ну, первая еще. Хундаи, да, да. Она была полноприводная Сантафешка? Полная, да. Ну, то есть вы на самом деле просто подняли класс своего дизельного друга. Получили достойный аппарат. И сейчас-то вы его в чем подозреваете? В том, что он должен быть... Просто ваше мнение, насколько его хватит, насколько он интересен, надежен. В городе ему хватит на всю оставшуюся жизнь. Вы на нем будете кататься до полного изнеможения какой-нибудь там важной части организма типа двигателя или коробки. Потому что если вы на нем не делали, никаких не совершали внедорожных подвигов, то есть не напрягали эту конструкцию, то во всем остальном... Ну, да. Я укупил, как думал, охота, рыбалка и все другие удовольствия. Это один раз в три года после своей... Ну, да, да. Один и на работу. Да, то есть сила проехала. Запас большой, железо хорошее. Запас у него тем более продолжителен по жизни, чем трепетнее хозяин к нему относится. А раз вы с ним болота не штурмовали, на Эверест не забирались и не тонули нигде, то 90 тысяч... У вас за эти 90 тысяч хоть раз какие-то претензии к нему возникли? Нет вообще. Только полюбил за него. Ну, вот об этом речь. Претензии. Для меня это главный критерий. Тем более, что он у вас не первых выпусков, потому что поначалу, как только он появился, он сразу поселился на подъемнике, он год там провисел у первых обладателей. Потом все, все сопли подобрали, он нормально поехал. Любить его или не любить, вот вашему очень повезло, вы его любите. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте, Александр. Алло. Да-да-да, говорите. У меня такой вопрос. Очень хочется автомобильщик прикупить в Дурж-Дюранге. Который? В первом кузове. Да. Да. И вот у меня такой вопрос. Там три вида двигателей. 4,7, 5,2 и 5,7, дай бог поймите. Разница в чем и существенно для нас. Вам на сколько быстро покупать? Вы прямо сейчас пойдете? Или вы доживете до 26 февраля? Вполне. То есть 26 февраля есть шанс, что вы тоже будете как-то очень аккуратно, неспешно проходить мимо радиоприемника, нажмете на кнопочку, а там как раз будет Финам-ФМ. Ага. Я стараюсь не пропускать вас в передаче. Очень узнавательно. Как раз у нас просто 26-го будет Леш Мочилов, он будет рассказывать про другие даджи, но вот именно эти моторы там тоже будут упоминаться, потому что и рамы, и дайтона, и дакота, у них так или иначе сущность во многом пересекается, и вот по двигателям 4,7, 5,2, 5,7 по разнице этих моторов вы получите более квалифицированный ответ от человека, который все это руками и гайками непосредственно постигал и гаечными ключами тоже. Тогда получится, что вы разберетесь, в чем разница. Если коротко на сегодняшний момент, не ждите никакой разницы, берите с любым, с которым она живая, потому что первая Дюранга на сегодняшний день эта машина, повидавшая столько на своем веку, что абсолютно по барабану. Что там у нее написано в документах, сколько у нее чего. Она так или иначе всегда выплескивается за налоговый разумный предел, и здесь важно, сколько ей осталось жить, а не какой она была в молодости. То, что в молодости барышня умела ходить на каблуках, знаете, это никак не скажется на ее походке в старости. В старости она будет ходить, опираясь на палочку. Дмитрий, здравствуйте. Алло, добрый день. Здрасте. Подскажите, пожалуйста, Сергеем, я могу поговорить? Я сейчас его позову, погодите, пожалуйста. Да, здравствуйте, Сергей Слонян вас слушает. Добрый день. Здравствуйте, Дмитрий. Это не Дмитрий, это Роман. Роман? Это Роман? Роман, вы наконец-то, я-то думал, это Дмитрий. Хотел спрятаться. Нет, Роман, я счастлив, говорите. Нет, Сергей, я вам звоню буквально на минуту сказать вам огромное спасибо за вот то, что вы будете делать на следующей неделе, потому что это безумно интересно. Единственное, вы не озвучили автомобиль GMC Sierra. Хотел узнать, про него вы найдете как бы минутку что-то рассказать? Да, потому что Леша Мочилов собирается по всем пикапам все, что есть в Америке, сделать как раз исчерпывающий обзор. Тем более, что даже если у нас что-то не поместится, мы все это разложим потом по всяким сайтам с иллюстрациями. И если вы знаете, например, Алексея Мочилова, это не мне спасибо, это ему спасибо за скрупулезный подход. У него эта рубрика называется «Концентрат мыслей», и она вот уже потихонечку охватила практически всех японцев. Сейчас мы схватимся за американцев. Ну, отлично. Будет у нас с вами справочник. После этого мы будем изредка где-нибудь в кулуарах пересекаться и вздыхать по поводу того, что «Ах, как жаль, не покупаем». А вы себе хотите купить или вам просто интерес? Да вы знаете, у меня на самом деле много товарищей, мы все как бы люди деревенские. Понятно, значит, в том числе и купить новости. Нашлось 5, мейл 6, движение 10, жизнь продолжается. Иван, здравствуйте. Алло, алло, люди, вы меня слышите кто-нибудь? Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей, я зовут Иван. Здравствуйте, Иван, что у вас насущного? Ну, хотелось бы узнать по поводу машинки Volvo 850. Вы музейный работник? Нет. А вы ее хотите добыть? не привержен новых автомобилей. Ну, не приверженец, что даже несколько все-таки похоже уважением к раритетам, отеческим гробам, сединам и истории. Volvo 850, ну, такая машинка ей уже много лет. Да, я знаю. И вы хотите найти живой экземпляр или вы его уже нашли? Ну, я думаю найти, попытаться. А какой пробег вы предполагаете у машины 20-летней давности? У нее дебют, если не ошибаюсь, с 92-го года. Премьера состоялась, кстати, на Московском международном автосалоне. Ну, где-то в районе 300 тысяч. Пробег в районе 300 тысяч. Пятицилиндровый мотор, подвеска Delta Link, коробка передач уникальная, совершенно трехвальная, очень компактная, с проблемами включения третьей передачи пожизненными. Ну, вас ждет приятный момент антикварного поиска. Это практически то же самое, что раскопка курганов. Очень серьезная историческая работа. Нужно будет взять лупу, кисточку, стетоскоп и ходить, смотреть и очень-очень аккуратно постигать оставшийся ресурс этого автомобиля. машина с пробегом за 300 тысяч, она все-таки вызывает желание на ней не столько ездить, сколько ее обладать. Поставить, натереть и иногда показывать друзьям. Или вы думаете, что каждый день на ней сможете ездить? Ну, я думаю, что можно контрактник туда лоткнуть. Туда это во что? Это в дуршлаг вот в этот? И вы к этому контрактнику подстыкуете что еще? Возьмете корыца, сколотите скотчем, скрутите, воткнете сверху рычаг, вот она КПП и готова. А там еще подвеска очень хитрая. Иван, скажите, что поддерживает ваш оптимизм в уверенности, будто она дожила в жизнеспособном состоянии до момента знакомства с вами по истечении 20 с хвостом лет? В принципе ничего. Ну, кроме ее тяги к жизни и личной заинтересованности познакомиться именно с вами. У нее был первый хозяин, потом ее угнали у первого хозяина, перебили ей документы, потом ее угнали у следующего хозяина, потом его застрелили, еще раз выправили кривые документы, перебили венкод, потом она пошла уже по нормальным хозяевам, ей наконец-то поменяли масло, запаяли дырки 7,62 на входе, после этого ее еще немножко почистили, подшаманили, она побегала по колхозу, потом мы решили впарить москалям, облили сверху красочкой, воткнули кое-что от Жигулей, потому что родные детали по-прежнему стоят как будто это Вольво, тут приходит Иван и смотрит какой контрактный мотор взять, а контрактные моторы на эту модель откуда берутся, они лежат в Швеции по складам, Гет и Борг потихоньку их тоже лежат? Нет, конечно же нет. Иван, может какую-то светлую мечту, знаете, очень напоминает фильм Курьер, Бузин, о чем ты мечтаешь? Об этих, как его, гуманистических идеалах человечества, а на самом деле о пальто, зима скоро, ходить не в чем. Иван, может как-то, может Жигули, а? Только Межбулей. Почему? У вас уже были? Уже были. Какие? Шестерка, четверка, семерка. Ух ты, а Туза не было? Четверка, шестерка, семерка? Что? Тройка, семерка, Туз, обычно идеальная пара, после этого человек становится счастливым. Вы считаете, что Тузом будет 850-е? Это юбилей Москвы, Ну, возможно. Вообще, было бы интересно узнать еще по такой машине, как Форт Таунус. Форт Таунус. Это 72-го года или 68-го? 73-й, 73-й купе. Да, Таунус в те времена, когда его клепали, еще не умели обрабатывать кузовные панели таким образом, чтобы они противостояли коррозии. если 850-е Вольво в основном гнилая в местах ударов, то Таунус, он держится только на краске. Вот там, где краска хорошая, там под ним еще металл с обратной стороны прилип. А там, где красочка так себе, там уже дырка, там уже видно улицу и ворону, которая пролетела. Таунус, он, к сожалению, не был никогда машиной дорогой, респектабельной. Это была такая обычная машина-середняк. Машину-середняка ее не берегут. Вот когда вы купите себе, например, Астон Мартин, неважно какого года, то, скорее всего, все предыдущие владельцы так или иначе с этой машиной каким-то пиететом и уважением обладали, понимая, что это все-таки вложение денег. Это Астон Мартин. Когда вы купите себе любой Ламборгини или любой Феррари, это тоже будет, скорее всего, машина с не самым чудовищным испытательным пробегом и без особых косяков. Но когда вы берете машину массового класса, неважно, какого года, но запланированного к большому тиражу. Вы, скорее всего, приобретаете автомобиль, который не берегли, на нем просто ездили, потом просто поменяли, просто продали, потом еще раз поменяли, еще раз продали. Тут приходит Иван, хотя Таунус мне тоже очень нравится, замечательная машина, и Форд Картина мне нравится, и даже старые заднеприводные Эскорты мне нравятся, очень симпатичные. И еще масса другой техники, которую я с удовольствием наблюдаю в музее и с содроганием бы, наверное, начинал утро в своем гараже со взглядывания того, чего же там отвалилось за ночь. Вот не хотелось бы. Иван, все-таки, наверное, пальто, ну, чтобы просто не замерзнуть. Артем, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите. Алло, Сергей. Да. Алло, Сергей, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Здрасте, Артем. У меня сегодня вещи посвящены ретро-автомобилям или нет? У меня просто вопрос об ауди у меня. А сегодня какие-то ретро-автомобилям создаете? Знаете, у нас в гараже, когда мы с мужиками на завалинке обо всем трындим, тему определяет, как правило, вновь пришедший. А, ну я так. Просто тут несколько была тема о машинах, которых и нету, по крайней мере, в Москве. Ни одной, наверное. В Москве есть все, что угодно. Нету такого, чего не хватает в Москве. В Москве по сусекам, знаете ли, это как в магазине «Принцип». В Москве в принципе все есть. Да, да, а в принципе все есть. Где-то в магазине «Принцип», да. Ну, согласен. В Москве может не хватить только денег, а все остальное есть. Да ладно, мы с вами москали клятые зажрались уже, у нас икра не лезет в рот. Ну, про компот я не говорю. Берете за живое. Я понимаю. У вас тоже диатез из икры, я знаю, я такой же. Да, у нас тоже. Ну, ладно, как. Ты, пожалуйста, вот у меня нужно авторитетное мнение. Вот у меня второй «Форд Мондео», да, вот, четвертое поколение, вот. Оба я накатал тысяч по 120, что у одного, потом купил новый, откатал еще 120, вот. Нареело. Ну, уже, знаете, уже как первая жена, к примеру, да. Ох. Не люблю, а надоело как бы, да. Присматриваюсь к Ауди. Вот Ауди с девятого года предложили мне, вот. Ну, столько опасаюсь брать эту... Мотор какой вам предложили? Такую рулетку, мотор 1.8-160 мультитроник. Это который ТФСИ? Да, 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 вот это. Это тот, который накроется у вас медным тазом. Это тот с масложором. Это который не лечится в принципе. А, вот это, да. Это вот он и есть. Это тот самый базовый красавец. Вам, знаете ли, не мексиканского тушкана предложили? Угу, угу. Значит, а пробег 40 тысяч, это? О! Это плевать, да? С 2009 года 40 тысяч? Это потому, что она... Ну, это да. В ремонте она висела или что? А, ну, возможно и так, да. Возможно и так. Не берите. Не исключено. Не вздумайте. Не вздумайте. Не надо, да. Категорически нет. Ни в коем случае. Ни в коем случае, да. Ну, вот я это и думаю, потому что я привык кататься, а не по сервисам ездить. Как с Фиатом и Альтером Элло. Не, вы там жить будете. Что значит? Ездить. Знаете ли, роскошь ездить по сервису. Вы будете лишены этой роскоши. Вы будете ходить по сервису, жить по сервису. Спрашиваю, где-то туалет. Да, да. Обязаться с друзьями, там, по всей системе. Да? А вот ездить по сервису? Не, не будете. Геннадий, у вас еще немножко времени. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо за передачу. Спасибо. Вопрос быстренько. Да. Одним из элементов тюнинга в мотоциклах является замена тормозных шлангов. А про машины я такого вообще не слышал. И второй вопрос. Из области джиперса. Ручная лебедка? Ручная лебедка. Ужас. В какую сторону посмотреть? Ужас. Зачем вам ручная? Ну, хотя да. На всякий случай просто с собой возить. В багажнике цепи вожу, зима, малоснежно. У джиперов спросите, я ручные лебедки избегаю. В тормозную систему стараюсь не лезть никогда. До завтра.